Мы верим, что тогда криптовалютный рынок будет стоить в 10 раз дороже, чем сейчас. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Вчера мы говорили о том, что делает ФРС США прямо сейчас, а именно, они выводят деньги с рынков через рынок обратного репо. Когда денег становится меньше, наступает то, что называется дефляцией. Дефляция – это изъятие денег из обращения. Это приводит к усилению валюты в этот период времени. Мы видим, что активное изъятие денежной массы с рынка ФРС началось весной этого года. Именно с тех пор доллар начал укрепляться, что видно на графике индекса доллара. Укрепление доллара обычно коррелирует с ослаблением активов и наоборот. Но на протяжении последних лет практически все известные инвесторы предупреждали нас о росте инфляции. Легенда инвестиций Рэй Далио, биткоин-максималист Майкл Сейлор и даже Майкл Бьюри, который в свое время предсказал крах 2008 года. Ожидания потребителей относительно инфляции растут уже 10 месяцев подряд, при этом выросли до рекордных значений. В том числе об этом говорил и я. Рекордная печать денег безусловно спровоцировала падение покупательной способности валюты, зато вызвала бурный рост активов фондового и криптовалютного рынков. Однако после вчерашнего видео про ФРС США и их денежные манипуляции я подумал, а что если есть инвесторы, которые указывают нам на то, что нас ожидает не инфляционный кризис, а именно дефляционный. И такой инвестор нашелся, и ты его наверняка знаешь, если крутишься около крипты. Это Кэти Вуд, основательница инвестиционной компании ARK, которая специализируется по большей части на инновационных технологиях, в том числе и на криптовалюте. Эта компания, по оценке Forbes, является одной из самых быстро растущих и эффективных в мире. Кэти Вуд верит, что настоящая опасность для финансовых рынков кроется именно в дефляции. По ее словам, нас ожидает дефляционный коллапс. Недавно она участвовала в Нью-Йоркской конференции, где и объяснила, почему каждый известный инвестор сегодня жестоко ошибается. Это видео я сделал ради ее выступления, с которого я вырезал три причины, почему она верит в дефляционный коллапс. И при этом информационные данные за последние три месяца подтверждают ее слова. Кроме этого, она рассказала о том, что ее фонд так или иначе продолжает инвестиции в инновационные технологии, например, связанные с экологией и электромобилями. Поэтому обязательно поддержи это видео лайком. Мне будет очень приятно, а тебе всего лишь один клик мышкой. И давай послушаем саму Кэти Вуд. Честно скажу, понять и перевести ее – это та еще задача. Но я постарался максимально понятно описать то, о чем она говорит. Когда вся пыль осядет, скорее всего, мы обнаружим себя в мире высокой дефляции. Мы видим три источника дефляции. Первый очень позитивный. Он называется технологически обусловленные инновации. Затраты на обучение искусственного интеллекта падают на 68% каждый год. Когда затраты на что-то так падают, спрос на это взлетает. Искусственный интеллект – это одна из самых больших причин, почему мы видим конвергенцию между технологиями. И поэтому снижение затрат на обучение ИИ приводит к цепной реакции со связанными с ним технологиями. Это невероятная дефляционная модель. Но остальной мир ведь говорит про инфляцию. О да, и мне это нравится. Если абсолютно весь мир, все управляющие портфелями и фондами думают, что именно это произойдет, что ж, если я ошибаюсь, это не сыграет никакой роли ни для меня, ни для них. Но если мы правы, наши доходы будут огромными. Но дефляция происходит прямо сейчас в технологически обусловленных технологиях, особенно в здравоохранении. Но есть еще второй источник дефляции сейчас – это прорывные технологии. Мы называем это явление созидательное разрушение. Я думаю, в этом столетии мы увидим больше таких явлений, чем за всю историю человечества. Наша информация показывает, что такие явления спровоцируют масштабный подъем некоторых частей света и упадок остальных. Созидательное, творческое или креативное разрушение – это процесс индустриальной мутации, который непрерывно реконструирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую и создавая новую. Фактически, ребята, биткоин тоже можно назвать созидательным разрушением, ведь он создает совершенно новую финансовую систему на месте старой. И затем третий источник дефляции – это цикличная дефляция. Многие критикуют нас за этот пункт, но критиковать нас сложно, ведь у нас есть факты и исследования. Эта цикличная дефляция, например, начинается в пиломатериалах. В мае это было около 1700 долларов, сейчас это 500 долларов. Медь – 490 долларов тогда, сейчас – 425. Цены поддержанных автомобилей, к удивлению, весьма хорошие. Сначала они выросли на 60% в прошлом году, но теперь падают на 7% впервые за 7 месяцев. При этом рынок автомобилей упал с 18,5 миллионов единиц в апреле до 13 миллионов в августе. Исходя из нашей информации, покупатели сегодня определяются – покупать бензиновые автомобили или электрокары. И избыточное предложение как раз-таки на стороне бензиновых. Вот почему наша компания инвестирует в электромобили. Я думаю, что созидательное разрушение – это то, что сейчас начинает управлять автомобилестроением, и этот фактор тоже приводит к дефляции. Также созидательное разрушение наблюдается и в том, что индустриальный мир становится цифровым. Так же, как и остальной физический мир, все больше оцифровывается. Особенно, кстати говоря, индустрии поставок и транспорта. Итак, друзья, три причины для дефляционного коллапса от Кати Вуд, основательницы инвестфонда Арк Инвест. Это первое – технологически обусловленные инновации. Второе – созидательное разрушение. И третье – цикличная дефляция. Исходя из внутренней информации Арк Инвест, Кати Вуд ожидает дефляционную, а не инфляционную волну, как весь остальной мир. Кати Вуд говорила о снижении затраты на технологические инновации на 68% в год. И если разобраться хотя бы в том, как работает закон Райта для производства и кривая опыта бизнеса, которая позволяет снижать затраты, и при этом заметить неотвратимую экспоненциальную природу инноваций, например, биткоина, то у Кати действительно есть сильные аргументы в пользу дефляции, а не инфляции. Также некоторая статистика, которой она поделилась, например, связанная с автомобилестроением, тоже может подтверждать тезис грядущей дефляционной бомбы. Например, пиломатериалы. После всплеска цен из-за масштабной печати денег, сейчас мы видим практически 70% падение цен на пиломатериалы. И при этом ФРС на этом фоне активно повышает объемы изъятия денег с рынков. Это называется дефляция. Еще один важный момент, который подчеркнула Кати Вуд, это то, что стоимость инноваций становится экспоненциально дешевле, в том числе из-за закона Райта. В качестве примера она привела затраты на обучение искусственного интеллекта, которые падают на 68% в год. Так что давай представим, что весь мир, ожидающий гиперинфляционного коллапса, окажется неправ, и мы увидим именно дефляционный, как предсказывает Арк Инвест и Кати Вуд. Как же они сами готовятся к нему и как планируют заработать капитал? Что ж, в этом интервью она тоже об этом рассказала. Например, она говорит о том, что одним из пунктов в их стратегии следовать за деньгами не бумеров, а миллениалов. А значит, они покупают и будут покупать биткоин и эфириум. Исходя из исследования Goldman Sachs, миллениалы на данный момент уже стали самым многочисленным поколением в США и, скорее всего, в остальном мире тоже. Это означает, что с приближением к возрасту своей самой высокой экономической активности именно они полностью изменят правила и стратегии инвестирования, в которых такие криптовалюты, как биткоин и эфириум, будут занимать первые места. Интересно, что до 2030 года все бэйби-бумеры уже будут старше 65 лет. А, исходя из исследований Рауля Паля, в 2030 году биткоином будет пользоваться около 4,3 миллиарда пользователей. Интересное совпадение, не так ли? Как только бэйби-бумеры перестанут быть экономически активной силой, новые прорывные технологии, инновации и то, что называется созидательным разрушением, вступят в полноценные властные права над всем миром. А по словам Кэти Вуд, именно эти пункты и приведут к дефляционному кризису. Мы только что узнали, что миллениалы становятся самой сильной долей нашей экономики. Теперь это поколение больше, чем бэйби-бумеры с точки зрения демографии. Я хочу вспомнить один важный прогноз, сделанный в 1980-х годах. Бэйби-бумеры станут причиной, почему фондовый рынок взорвется в следующие 30 лет. Это был отличный правдивый прогноз. Сегодня я верю, что криптовалютный рынок взорвется благодаря новой экономической силе, миллениалам. И взрывной рост криптовалюты не закончится как минимум до 2026-го, а может быть даже до 2038-го. Именно в этом году количество миллениалов в демографическом процентном соотношении будет максимальным. Если бы вы могли владеть только одной криптовалютой, какую бы вы выбрали? Сейчас на этот вопрос отвечать все сложнее, но все-таки мой выбор до сих пор биткоин, потому что даже страны начинают его принимать официально. Эфириум, тем не менее, взрывается в плане активности разработчиков. Например, DeFi и NFT. Я очень впечатлена тем, что происходит в DeFi. DeFi обрушивает стоимость обслуживания всей старой инфраструктуры традиционных финансов. Поэтому наша уверенность в эфириуме также непоколебима, особенно учитывая его переход на Proof of Stake. Я бы все-таки разделила бы инвестицию 60% в биткоин и 40% в эфир. Если мы правы, и компании продолжат диверсифицировать свои наличные деньги, то институционалы в будущем обязательно будут вкладывать 5% в криптовалюту. Мы верим, что тогда криптовалютный рынок будет стоить в 10 раз дороже, чем сейчас. На этом все, ребята. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 6000 лайков под этим видео. Мне будет очень-очень приятно за то, что моя работа так ценится. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...